МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые студенты, сегодня вы послушаете лекцию о самом насущном нашем направлении в стране, и не только в нашей стране, но и в других странах, это энергетика. В основе энергетики Казахстана лежит угольная энергетика. У нас 85% электрической и тепловой энергии в Казахстане вырабатывается на угольных электростанциях. Долю вот этих твердых топлив в общем балансе мировом. Как вы видите, здесь зеленым цветом как раз доля угля в мире. Она составляет 64%, тогда как другие известные вам топливо, это нефть и газ. Нефть и газ составляет всего примерно по 17%. Это красным и синим цветом. Это означает, что эти проблемы, они актуальны не только для нашего Казахстана, но и для всех остальных стран в мире. То есть везде очень много угля. Более того, доля выработки электроэнергии в мире, она составляет более 80%. Владимир Ефремович Мессерле, доктор технических наук, профессор Казахского национального университета, заместитель председателя Национального научного совета Республики Казахстан по приоритетному направлению энергетика и машиностроения, преподавательский стаж более 40 лет. Считает, что научный потенциал молодежи – это будущее страны. Я сейчас вам хотел показать самые передовые технологии, которые пригодны для использования именно угля. Это традиционные технологии для наших электростанций, воспламенение и сжигание твердых топлив. Здесь мы видим вот это пылевидное сжигание. Это не просто такой термин какой-то, вот как вот мука или пудра мы привыкли с пылевидными иметь веществами. А все угли в мире сжигаются именно в пылевидном состоянии. Вы, наверное, все видели в основном, что это кусковой уголь, такие огромные куски. Да, во всем мире вот он так добывается. Когда его привозят на станции, он размалывается на мельницах специальных. И в виде мелкой пыли, она действительно как пудра, только черная, подается в топки котлов, где сжигается. И из этого пылевидного топлива образуется в конечном счете тепловая энергия. Тепловая энергия превращается в пар. Пар вращает турбины, турбины – генераторы. Вот к нам приходит свет, тепло. То есть схема очень простая. Таких технологий вот несколько у нас. Вот. И я бы хотел обратить внимание, что справа у нас это технологии действительно на существующих станциях используются. Это факельное сжигание. Вот то, что я вам говорю. Это топки с сухим шлакоудалением, с жидким шлакоудалением. То есть вы, наверное, тоже, может быть, знаете, что уголь, он состоит не только из органической части, которая сгорает. Это в основном углерод, водород, кислород, серо и азот. А также состоит еще из неизгораемой части. Это минеральная часть или зола, вот как мы говорим обычно в быту. То есть это та часть угля, которая не горит. В последнее время получили, ну, такое развитие, вот глубокая переработка угля. Она нацелена на использование не только вот этой органической массы угля, горючей, которая вот в наших углях 60%, но и той части, которая не горючая. Это 40%, 50%. То есть что это значит? Вы, наверное, все видели, что вот когда работает какой-то энергообъект, электростанция или котельная, идет черный дым. Вот черный дым, это и означает то, что не успевает сгореть в топке котла, из-за того, что угли низкосортные, и в буквальном смысле вылетает в трубу. Это часть топлива углерода, поэтому черный дым. Это зола летучая. И вот для того, чтобы повысить эффективность вот этого сжигания, значит, мы предложили в свое время плазменную технологию повышения эффективности сжигания низкосортных энергетических углей. Она нацелена на то, чтобы можно было даже действительно взять наши казахстанские угли и так их сжечь, чтобы полностью использовать для производства электрической и тепловой энергии вот эту органическую часть угля, основу которой составляет углерод, как вы понимаете, отсюда и название уголь. А использовать это новое вот в этой технологии, такой в мире нет, в одном и том же процессе, чтобы еще была использована и минеральная часть угля, которая обычно выбрасывается в золоотвалы. То есть это действительно экологически неблагоприятный метод. Они лежат там, пыль эта зола развивается ветром, ее надо обслуживать там, облагораживать. И когда она разносится в окружающую среду, то мы дышим ей. Это, ну понятно, что опасное явление и для животных, и для растений, и для людей. И вот были в свое время предложены вот такие технологии, использующие плазменно-топливные системы. Это вот прямоточные плазменно-топливные системы, это вихревые. Чем они отличаются от обычных систем топливных, которые используются на электростанциях в настоящее время. На них устанавливается плазматрон. Вот он. Или вот он плазматрон. И таким образом плазматрон организовывает процесс повышения качества вот этого топлива внутри самой горелки. Вот сама горелка, если плазматрон убрать, имеет примерно вот такой вид. Это сюда подается вот эта аэросмесь, это смесь вот этой угольной пыли с воздухом. И вот здесь вот в топке котла она воспламеняется, и осуществляется выработка вот той электрической тепловой энергии, о которой я говорил. Ну, может быть, не надо два слова сказать о плазматроне. Плазматрон – это с греческого, древнегреческого языка переводится «рождающий плазму». Плазма – это четвертое состояние вещества. Это, значит, мы знаем вообще, как правило, три состояния. Твердое, жидкое, газообразное сами в быту. Ну, вот, допустим, вода. В твердом состоянии – это лед, в жидком – вода, и в газообразном – это пар. Если пар дальше нагревать каким-то источником до нескольких тысяч градусов, он становится плазмой. То есть он начинает проводить электрический ток, оставаясь в целом электрически нейтральным. Ну, а мы используем здесь плазму воздушную, то есть мы нагреваем воздух в плазматроне до температуры 5-6 тысяч градусов. Ну, вы понимаете, это высокое. Как на поверхности Солнца температура 6 тысяч градусов. И вот уже вот эта плазма, вот этот плазменный факел, он производит все эти превращения термохимические, вот этого низкосортного угля, после которых он уже превращается за время пребывания вот в этой плазменно-топливной системе и до выхода в топку в высокореакционное двухкомпонентное топливо. Происходит его частичная газификация. Оно нагревается до высоких температур. У него повышается внутренняя реакционная поверхность. Таким образом, что на выходе оно уже действительно из низкосортного превращается в высокореакционное топливо, которое самовоспламеняется в топке и устойчиво горит с меньшими вот этими недостатками, чем при обычном способе сжигания. Суть плазменной технологии воспламенения и сжигания энергетических углей сводится к тому, что мы с помощью вот плазмы или плазменного факела, точнее, который выходит из плазматрона с температурой 4-6 тысяч градусов, мы преобразуем низкосортный первоначально уголь в высокореакционное двухкомпонентное топливо, состоящее из горючего газа и коксового остатка, который эффективно сжигается в топках существующих котлов. При этом, здесь вот мы видим, как работает вот это вот в процессе растопки котла плазменная технология. Вот это 4 плазменно-топленных системы. Вот эти испытания я проводил в Центральном Китае, на Баадийской ГРЭС. Здесь видно, это заснято очень хорошо китайскими коллегами, что вот эти 4 плазменно-топленные системы образуют 4 мощных плазменных факела в холодной топке, с помощью которых производится растопка котла и повышаются экологические и энергетические характеристики сжигания энергетических углей. Дело в том, что все пылеугольные котлы в мире сначала нужно растапливать, как и печку дома, допустим, если кто-то еще помнит, что такие печки есть. Значит, если станция угольная, ее растапливают жидким топливом. Это топочный мазут или природным газом у кого что есть. И с этой точки зрения действительно возникают определенные проблемы. Котел, рассчитанный на сжигание твердого топлива, вынужден принимать вот большое количество жидкого топлива. Здесь я для примера примел все котлы Казахстана, пара производительностью от 50 до 2650 тонн в час, которая использует расход топочного мазута довольно большой. Видите, от 36 до 350 тонн на одну растопку. Что это значит в деньгах? Значит, сейчас тонна мазута стоит 400-500 долларов в Казахстане. То есть это само по себе, значит, очень дорогое топливо. А уголь, как я говорил, стоит 10-15 долларов в тонну. По нашей технологии плазменной, одна тонна мазута стоимостью там 500 долларов заменяется двумя тоннами угля стоимостью там 15 долларов. То есть это получается 30 долларов. То есть экономический эффект при этом очень большой. Но уголь должен до этого пройти вот эту плазменную обработку. И тогда мы видим, что разница достигает там 300-400 долларов. Это и есть экономический эффект. При этом у нас увеличиваются и повышаются экологические характеристики. Вот здесь вот показано, что получается из обычного вот этого углевысокозольного после прохождения плазменной подготовки. Плазма химическая, можно сказать. Потому что в плазме идут и химические реакции. Как я говорил, газификации, выхода летучих. Вот посмотрите, что какой бы уголь здесь не вошел, это вот здесь температура отложена по этой оси. И здесь видно, что у нас из угля получается водород и ЦО. Видите, здесь вот очень хорошо это видно. То есть это те компоненты, которые очень легко горят. И водород, вы знаете, хороший горючий газ, и ЦО хороший горючий газ. А вот здесь вот, видите, вот эта вот зольная часть, она отдельно здесь показана. В ней еще есть углерод, который позволяет ей активно воспламеняться и хорошо выгорать в топке котла. Значит, здесь я хотел показать некоторые примеры, как они устанавливаются на горелках. Это вот такие испытания мы проводили в России, помимо Казахстана. Это вот крупнейшая электростанция Гусенозерская ГРЭС, она находится около Байкала в России, то есть в Сибири глубоко. И это действительно вот котлы огромные, не знаю, вы видели или нет, они достигают высоты 30-40 этажного дома. Вот. И аплазматроны это вот такие, они очень компактные, маленькие. И вот с помощью таких небольших вот устройств плазменных происходит эффективное управление котлом. То есть его безмазутная растопка, стабилизация горения факела. И в итоге достигается эффективное сжигание вот этих низкосортных энергетических углей. Это вот как раз здесь показана вот такая вихревая плазмно-топливная система для сжигания наших высокозольных углей казахстанских. А это вот в топке котла уже реально, как он горит, вот этот такие бастузский уголь. Это на нашей Алматинской ТЭЦ снимок сделан, когда мы там проводили испытания. Видите, в холодной топке действительно даже вот этот высокозольный наш уголь, он очень хорошо горит с высокой температурой. Здесь вот я хотел бы обратить, вот сам основной элемент, это плазматрон, он очень маленький. Вот это 45 сантиметров, это там 25 сантиметров. Вот это плазменный факел. Он действительно имеет температуру 6000 градусов. Ну видите, вот белая часть, смотреть на него в реальности нельзя без темных, как и на солнце на поверхность. Поэтому он действительно, вот этот факел обеспечивает термохимическую подготовку плазменную, вот, высокозольных углей к сжиганию. А это у нас вот на базе нашей опытной, в Институте проблем горения, мы испытываем вот такие плазмно-топливные системы. Это вот, видите, реальная плазмно-топливная система для экибастузского угля. Ну, это примерно 3 метра, да, вот, чтобы масштаб был. И вот факел получается, это одна тонна в час расход, большой расход экибастузского угля. Видите, он горит даже вот в открытом пространстве, без топки. То есть, значит, вот эта плазменная технология эффективна даже для вот таких углей. Это вот действительно показывает вот эти снимки, которые засняты на действующем котле, это на Алматинской ТЭЦ нашей, как воспламеняются вот эти экибастузские угли. Они даже вот в холодной топке, как мы видим, весьма эффективно горят. Вот это в начальный момент, как воспламеняется, это, видите, он неровный, это такой ремонтный люк в котлах, через который только можно снять. Потому что на действующих котлах там нету никаких средств наблюдения, потому что они предназначены для выработки электрической тепловой энергии, а не для, допустим, исследований. Но это как раз заснято во время испытаний. И вот что касается вот конкурентоспособности вот этих плазменно-топливных систем, мы в свое время делали такие оценки, что выгодно это для энергетики или невыгодно. Вот оказалось, что для российской энергетики этот экономический эффект может достигать 2,5 миллиарда долларов в год. При снижении выброса, вот самые вредные, это оксиды азота, видите, с 500 ppm, это такая в энергетике характеристика, частей на миллион до 250. То есть в два раза снижаются вредные выбросы при этом. А в Казахстане этот эффект достигает порядка 500 миллион долларов в год. И также снижаются и выбросы оксидов азота при этом, и вот этот вот снижается механический недожжег топлива. Это то, что я в начале лекции говорил, то, что черный дым идет, это есть вот несгоревший углерод, который у нас выбрасывается в окружающую среду. Здесь, видите, если он без использования плазменной технологии 4%, то когда плазменную 1%, то есть мы в 4 раза уменьшаем вот эти экологические ущербы для окружающей среды. Здесь я бы мог еще говорить, вот эта вот первая часть лекции была о модернизации и повышении эффективности действующих электростанций. Но если посмотреть немножко в будущее, есть вот и вторая технология, более нацеленная на перспективу, это ее так и называют технология 21 века. Это плазменная газификация и комплексная переработка твердых топлив, согласно которой у нас действительно может быть обеспечено полное использование органической и минеральной массы угля. Здесь видно, в чем это заключается технология, видите, вот какой бы мы уголь плохой не взяли, низкосортный, всегда из него получается водород и СО, то есть это горючие компоненты. Больше ничего нет в широком диапазоне температур. А видите, из минеральной части она состоит из оксидов кремния, алюминия и железа. Мы можем получать не бесполезные вот это золу, там шлаки, которые засоряют золоотвалы, а полезные компоненты это тот же самый алюминий, кремний, железо. Потому что при высоких плазменных температурах вот эти оксиды золы, они превращаются в металлы и металлоиды, те, которые получают в металлургии специальными методами. В перспективной технологии 21 века, как ее называли, вот до наступления 21 века, а сейчас у нас наступил, можно действительно из угля любого качества получать вот этот высокореакционный газ. Он называется синтез газ, CO плюс H2, то есть CO плюс водород, который может использоваться как экологически чистое топливо для тех же электростанций. Потому что, ну вы, наверное, понимаете, что если сжечь водород, из него получится водяной пар в качестве продукта, а если сжечь CO, то это CO2. То есть это относительно такие нейтральные газы по сравнению с оксидами азота, серы, пятиокисью ванаде, которые образуются при сжигании существующих углей на действующих тепловых электростанциях. И также мы можем получить вот этот набор ценных элементов из любого угля. И экономическая эффективность тут, наверное, повышается на порядок по сравнению вот с предыдущей технологией. У нас, помимо твердых топлив, есть еще в Казахстане, он богатый газообразными топливами. Вы знаете, это природный газ. И в основном у нас очень, когда добывается нефть, вы, может быть, видели где-то, или в кино, или, может быть, там, проезжая мимо. Вот эти спутные газы нефтяные, это углеводородные газы, их сжигают просто на факелах. Нам такую задачу предложили решить в свое время. Как их использовать с тем, чтобы получать полезные продукты, а не сжигать и засорять окружающую, загрязнять окружающую среду продуктами сгорания вот этих спутных газов. И оказалось, что да, действительно, при плазменной переработке можно получить из вот этих вот спутных газов, которые бесполезно сжигаются в атмосфере, технический углерод и водород. Ну, о ценности водорода вы, наверное, все знаете. Это очень ценно, это действительно топливо будущего, оно совершенно экологически чистое. Вот такой термин, может, вы встречали, водородная энергетика, но он очень дорогой. Вот сейчас он стоит на мировом рынке 2000 долларов за тонну, но когда мы его получаем у себя, вот по этой технологии, его стоимость снижается в два раза. Вот. Но при этом мы еще из этого газа, вот бесполезно сжигая, получаем технический углерод, который также содержит в себе ценные, как оказалось, тоже ценные компоненты в виде наноуглеродных структур. Вот, допустим, из таких композитных наноуглеродных материалов делают очень легкие жилеты, бронежилеты, каски. Там они в 30 раз эффективнее, чем эти из кевларовой ткани, которая сейчас обычно применяется. Таким образом, мы можем брать вот такой бесполезный продукт, который сжигается, и из него с помощью плазменных технологий получать вот такие интересные вещества, которые уже находят и в дальнейшем еще большее применение найдут у нас в промышленности. И в конце я бы хотел подвести общий итог нашей сегодняшней лекции об эффективном использовании твердых и газообразных топлив Казахстана. Мы используем плазму в виде плазматрона, рождающего плазму, или в виде плазменного реактора, где происходит газификация и комплексная переработка топлив. Для того, чтобы изначально из низкосортных топлив, дешевых топлив, которых у нас в Казахстане запасов на несколько тысяч лет, получить экологически чистое топливо, которое не приносят вреда, не наносят вреда окружающей среде при их использовании. Эти технологии действительно, они уже в разной степени получили применение в нашей энергетике. Вот первая технология – это плазменное воспламенение углей. И действительно, вот сейчас всегда заканчивается, начинается выступление вот с упоминания нашей выставки предстоящей «Экспо-2017». И вот эта технология, она там сейчас предполагается ее представить на «Экспо-2017». Это вот как вот в реальности, хотелось бы сказать, как вот горит этот экибастузский уголь. Вот, видите, там для масштаба люди ходят, видите, то есть это компактная система достаточно. Это вот, видите, это из угля получается вот наш куучикинский высокозольный уголь, вот такой чистый газ. Вы видите, что там нет ни сажи, ни золовых частиц. Вот он действительно вот такой состав имеет, из урансодержащего. Это у нас есть такое месторождение «Кулан-Камир». Вот это урансодержащий, видите, из него получаем чистый газ. А вот эти урановые фракции, они отделяются ранее. То есть уже можно использовать его для энергетики или для других целей. Это вот состав газа из высокозольного угля. Вот, может, вы видите, цвет всегда говорит о том, что горит. Когда красный цвет, это, значит, водород горит. Когда желтый, это ацетилен или метан. Вот, хотя все... Вот, а когда голубой, это вот типа метана. А это вот, видите, это факел из ацетилена. Ацетилена, ацетиленовый факел. Это вот, может, вы видели когда-то ацетиленовая сварка. Это вот такой цвет, белый цвет, это цвет ацетилена, когда он горит. В заключительной части хотел бы тоже вам пожелать, как действительно молодым людям, чтобы вы, вот, обучаясь, уже заинтересовались какими-то из тех лекций, которые вам тут уже, ну, я слышал, цикл прочитали. От теоретической физики до энергетики. И уже с молоду начинали бы себе выбирать область приложения ваших знаний, которые вы получите у нас в университете. Потому что если не начать сейчас это делать, потом будет поздно. Так что хотелось вам пожелать больших успехов вам в применении тех знаний, которые вы получите у нас в университете. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить в конце лекции. Сказали там при нефтяных, скажем, когда бурят, возникает ненужный газ. Да, спутный газ, так называемый. Да, спутный газ. Когда его делают плазменную переработку, там тоже как в виде плазменного сжигания. И получаем оттуда углерод, и сказали еще получаем. И водород. И водород. Да. Это тоже осуществляется путем плазменного сжигания, да? Да, только не сжигание. Это вопрос хороший, действительно. Это уже плазменная переработка, не сжигание. Потому что сжигают вот эти спутные на этих факелах, которые рядом с скважинами стоят. А мы вот эти газы должны углеводородные взять и переработать в набор полезных компонентов. И как вот вы сейчас сказали, водород и технический углерод. И второй вопрос, да? Вот там используются плазматроны, да? Там используется уголь в виде пыли, да? И его делают смесь, перемешивают в жидком виде, как мазутом, да, мешают? Или просто в виде пыли? Нет, нет, уголь, он просто перемешивается с воздухом. А перемешивается с воздухом. Айросмесь называется. А, то есть этого мазута не добавляется? Мазута нет. Именно что мы устраняем мазут. Мы как бы берем вот эту вот угольную пыль, которая уже на станциях есть, и воздух есть, и вот эту, она называется аэросмесь, вот понятная из названия, ее подаем в плазматрон, и вот этот плазматрон уже производит термохимическую подготовку этой аэросмеси. То есть вот эта угольная пыль, она перерабатывается вот именно в этом воздухе, который транспортирует его на станции к горелкам, не в мазуте. Есть еще вопросы? Вы сказали, что сейчас уже есть вот эти наноструктуры, нанотрубки. А можно узнать, именно какая организация, где уже изготавливают из этих нанотрубок, применяют вот эти жилеты, каски и другие вещи? Вот такой организации у нас в Казахстане пока нет, которая бы их промышленным образом изготавливала и применяла. Вот, к сожалению, конечно, в России есть такая, Роснано называется, крупная организация, которая производит наноструктуры, в том числе наноуглеродные, и их предлагает промышленному использованию. Они имеют очень высокую эффективность. У нас пока в Казахстане, мы на пути к этому находимся, зато у нас создана единственная в Казахстане вот нанотехнологическая лаборатория открытого типа. Она при нашем университете существует. Это первая в Казахстане. И вот там как раз мы эти исследования проводим по наноуглеродным структурам. И они как раз занимаются тем, чтобы выявить, какие наиболее перспективные наноуглеродные структуры для Казахстана, чтобы потом их использовать и в нашей промышленности, ну и за рубежом, конечно. И такие уже перспективы просматриваются. Лаборатория существует всего около пяти лет, но уже намечен ряд перспективных направлений применения наноструктур промышленности, в том числе в Казахстане. На этом, наверное, если вопросов больше нет, позвольте с вами попрощаться, поблагодарить вас за внимание и те вопросы, которые вы задали. Еще раз пожелать вам успеха в вашей будущей карьере. До свидания.